Здравствуйте, друзья! У нас на экранах Жанур, который приехал откуда? Из Казахстана, из Алматы. Из Алматы. А то, знаете, нам говорят, а что вы, как из Казахстана, так обязательно там или русский, или кореец, или там татарин. А где же казахи? Вы казах будете? Да. Хорошо. Вот у нас редкий казах из Казахстана разворачивает шапку. Вы сказали, что она из Кореи? Она из Кореи, да. Мы неделю были перед тем, как приехать сюда. И газета корейская, я вот чувствую. Так, у вас, кажется, шапка есть, поэтому... Да, у меня казахских много. Подождите, а это корейская шапка? Да, традиционная. Так, подождите, она какая-то воздушная, я бы сказал? Ну, наденьте. Вот на себя, посмотрите, что у вас получится. Она немножко примялась, но потом может выровняться. Это вот как корейский сценарий сериал, если смотрите, вот так. Я не смотрю, но подождите. То есть голова не должна туда заходить, в этот колпачок? Нет, она вот так сверху должна. Сверху. Ну, давайте мы сейчас поменяемся, я одену шляпку, а вы меня снимете сейчас. Хорошо. Так, друзья, вот я тут заворачиваю шапку. Надо будет пойти сотрудников репатировать. На бантик сейчас завязывать. Но это именно мужская вещь? Да, мужская шапка. Так. Ну, знаете что, пошли сотрудников пугать. Так, значит, снимаемся, идем. Галина. Да? А, еще одна, это китайская. Это китайская, это корейская. Корейская. Так, идем дальше. Эпатируем оставшихся сотрудников. Так, Анна. Ух ты, я еще не брала такую штучку на камере. А, это мохнатость такая. Давайте, знаете, подойдем к зеркалу. К зеркалу, да. Я хочу, чтобы ребята посмотрели на камеру, что она вот мохнатенькая, пушистенькая. И это потому, что, когда ветер, боже, но и рожи. Ой, посмотрите, девушка смирялась. Такая симпатичная девушка. Не хочет пока. Привет. Ну, вообще, да. Что-то я, конечно, знаете что, может быть, в корейскую баню я когда пойду. Пошли в корейскую баню. И будем в такой. Вы такими судьбами к нам из Алма-Аты? К вам и в Америку эмигрируйте хотим. А, то есть вы еще не эмигрируете? Еще, да. Мы хотим поворотливей оставаться. Я понял. То есть вы пока как бы гостюете? Да. Так вас много, что ли? Семья, двое детей. Вау. Третье намечается. Будем здесь. Уже американцем? Да, американкой. О, известно, что девочка. Да. Двое сыновей и третье будет единственное дело. Ну, хорошо. Тогда давайте мы не будем, может быть, лишних деталей каких-то. Это может у нас там более такой тонкий разговор. А вы просто ребятам, может, что-нибудь скажете? Если вы смотрели, смотрели наш канал. Ну, да. Я смотрел практически с самого начала, когда вы начали еще только приглашать, встречать людей в аэропорту. Я сначала на форуме был, потом вы довели ссылки на YouTube и подписался. И с тех пор я смотрю регулярно, у меня работа позволяет иногда смотреть, работать и смотреть. А что вы делаете? Какая работа? Я архитектор, архитектор, дизайнер. Ну, что-нибудь построили реально уже? Да, но немножко из-за крейса финансового в Казахстане в 2007 году. Ну, стоят ваши сооружения какие-то, стоят, не падают, ничего там. Ну, я как бы... Есть главный архитектор, в том числе, чем был мой папа долгое время, потом я в другую фирму работал. То есть вы потомственный архитектор? Да. Ну, что же, хорошо, то есть вы из Алма-Аты. То есть это теплое место? Или там тоже снежка охватывает? Снег, да, бывает очень много снега. А яблоки реально есть? Город яблок? Город яблок. Ну, в Советском Союзе были большие такие апорты, фирменные. Сейчас есть апорты поменьше. Апорты это что? Апорты это яблоко чисто такое наше. Казахское? Алматинское, да. Хорошее? Да. Ну, хорошо. Тогда мы ребятам передаем привет, а может быть мы там еще с вами потом заснимемся, когда будет больше чего рассказать. А сейчас вы просто человек, который только приехал, и у него есть красивая корейская шапка. Друзья, корейских шапок таких больше не везите, потому что у нас уже одна есть. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok